Друзья, всем привет! Я недавно зашел в магазин за хлебушком и боковым зрением случайно увидел, на прилавке лежат листовки. В листовках написано «Сбор макулатуры». Я подумал, о, моя тема. Взял листовку, ушел почитать, сел в машину. Причитался, вышел в интернет, чтобы удостовериться, и был просто в шоке поражен. Оказывается, у нас в Архангельской области, в городе Северодвинск, живет маленькая девочка, зовут Виктория Снегирева. Ей почти годик. Сегодня, кстати, 10 октября 2021 год. И у Виктории поставлен смертельно опасный диагноз. Чтобы победить эту болезнь, ей нужно лекарство, которое стоит, ребята, я просто в шоке, 150 миллионов рублей. Куда катится этот мир? Естественно, родители просто не могут собрать такую огромную гигантскую сумму денег и обратились за помощью ко всем неравнодушным землякам, Архангелогородцам, Северодвинцам и вообще всем-всем-всем, кто может помочь. Выпустили вот такие маленькие буклетики. Организуют сбор вторсырья. Это картон, пластмасса, металлолом. Также можно, естественно, деньгами помочь. Здесь указаны телефоны, координаты и группа ВКонтакте, где можно выйти и прочитать всю подробную информацию. В общем, я позвонил по номеру телефона. У нас в городе, где я живу, город Вельск, есть волонтеры, которые занимаются помощью для Виктории. У меня накопилась целая сарайка картона. И я сдам весь свой картон в поддержку Виктории. Заодно проведем маленькую видеоинструкцию. Вдруг, если кто-то захочет тоже помочь Виктории, то в этом видео мы покажем, как делать и куда звонить. Погнали! И как я уже рассказывал, я постоянно коплю картон, постоянно собираю картон для дальнейшей сдачи. И у меня накопилась уже целая сарайка муклатуры, картона. Я решил внести свою лепту в поддержку Виктории. Позвонил по телефону, позвонил по объявлению. Сейчас приедут ребята и все им буду сдавать. Весь свой накопленный за полгода картон. Здесь примерно килограмм 200 может быть. В общем, ребята приедут, все вытащим, все взвесим. И все точно покажем, сколько накопилось. Ну и лепта будет моя не только в сам картон, но и информационная помощь, потому что нужна информация, ребята. Итак, друзья, приехали ребята, активисты, волонтеры за картоном. Значит, кто к нам приехал? Это Света, с которой я разговаривал по телефону. Света, привет! Привет! Итак, Света занимается, курирует вопросы у нас в городе в поддержку Виктории, организует сбор и консультации проводит по телефону. Значит, Света приехала. Ну, понятное дело, что объем большой получается, наверное, килограмм 100, может даже больше будет. Она не сможет все унести сама на своих плечах. И она вызвала на подмогу человека с машинкой. Машинка вот такая большая приехала. Сейчас мы сначала все выгрузим, а потом будем загружать в машину. Значит, приехал Евгений Истомин. Привет! Евгений, привет! Евгений еще помощника взял с собой. Здорово! Григорий! Григорий! У Евгения, получается, есть своя база по приему вторсырья. Он принимает картон, стекло и пластмассу. И получается схема какая? Я сдаю свой картон Евгению под присмотром волонтера Светы. И Евгений уже выплачивает деньги не мне, а деньги уходят в поддержку Виктории и ее родителям. Ну и на помощь я еще позвал своего друга Димарика. Дима, привет! Привет! Так, Света, расскажи, теперь у нас какой план действий, что мы делаем и как это все будет происходить дальше? Сейчас мы этот картон весь вытащим, погрузим в машину, взвесим. И Женя его сдаст и деньги приведет родителям Виктории. Угу, все понятно. У нас, получается, коробки мы вытащили, они удобно таскаются. А есть еще некоторые картоны, были в таких рулонах, их таскать неудобно по одному, пришлось выстроиться. Женя, ребята говорят, место встает, что давай я рассекречиваю еще одну сарайку. А, еще одна сарайка, да, есть она, но она в секретном месте находится. Чтобы набивать дополнительную штуку. Что-то я сам не ожидал, что столько получится. Итак, у нас получился вот такой огромный объем. Сейчас будем подгонять машинку и загружаться. Взвешивать сначала. А, и ничего страшного. Подожди, вот оно такое. Так, и получаются вот такие весы, да, электронные? Да. Так, и сейчас, получается, будем складывать сюда на весы, сколько получается по небольшому объему, всю эту кучу перекладывать и взвешивать отдельными партиями. Света будет каждую партию записывать и фиксировать. 48,5. 48,5. Так, это вторая партия, сколько получается? 51. 51. Так, третья партия. 56,5. Это что, уже четвертая или я уже сбился со счета? Это четвертая, ага. А, нет, 64,5. 64,5. Так, это уже пятая, да, кучка? Семьдесят с половиной. Да, все больше и больше, да. А вот все не заканчивается и не заканчивается, да? Да, у меня нет. Так, и последняя кучка. 56,5. 56? 57. Вот, давай еще подождем немножко, будет 58. Вот 57. Все, попрыгай. Так, что у нас получается по расчетам? 418,5 килограмм. Ёк, Макарек. 400, я думал, что 100 килограмм. Получилось полтонны почти, ребята. Полтонны почти, ребята. Полная машина почти что. Всю сарайку выгребли. Ну-ка, сколько 400? 418,5. Значит, это, да. Итак, друзья, мы насобирали целую машину, почти картонно взвесили. Получилось полтона. Ну, сейчас нам Света все расскажет, все озвучит. И озвучит проблемы, которые возникают в этом процессе. В помощи Виктории. Ну что, у нас получилось 418,5 килограмм. Сейчас эта макулатура поедет на базу. И деньги будут переводиться, как я уже говорила, родителям Вики. У нас волонтеров не хватает. У нас не хватает автоволонтеров. Нам очень нужна помощь. Подключайтесь, кому нетрудно. У нас есть... Как это работает? У нас есть чат волонтеров. Мы скидываем туда адреса. И те, кто могут, естественно, макулатуру забирают и привозят в свободные гаражи. Или напрямую звонят Жене. Но так как очень мало людей, которые откликаются, мы просим помощи. Кому нетрудно, присоединяйтесь к нашей бригаде. Помогайте. Это несложно. Это не занимает очень много времени. И мы, и все, все, все наши бригады волонтеров будут благодарны. Итак, друзья, у меня получился большой объем. И ребята смогли сами приехать и забрать. Но возникает ситуация, у кого маленький объем. Но кто-то хочет помочь, ради 10-15 килограмм, понятно, большая машина не приедет. Так что, у кого маленький объем, но есть желание помочь, просто созванивайтесь со Светланой по телефону. Телефон я оставлю внизу под видео. И она уже будет комплектовать маршрут. И по маршруту потом в какой-то день Евгений выберет время и проедет все эти заявки. Заберет у кого маленькие объемы, чтобы персонально каждому не подъезжать на большой машине. Правильно я сказал? Все верно. Да. Почти. Так, самый-то главный вопрос. У нас идет помощь Виктории. Денежный вопрос. Сколько мы, получается, на какую сумму мы сдали и какая сумма уйдет родителям Виктории? Сколько? 3 348 рублей. 3 348. 3 348 рублей уйдет родителям Виктории на покупку этого лекарства. Друзья, кто захочет помочь Виктории, обращай внимание, не попадитесь на действия мошенников. Все деньги переводятся на карточку только родителей Вики или папы или мамы. Все подробности в официальной группе ВКонтакте. Группу ВКонтакте я оставлю внизу под этим видео. И в этой группе ВКонтакте вы найдете их координаты. А по картону, по макулатуре, по пластмассе, по сдаче вторсырья, это уже консультируйтесь, звоните, общайтесь с волонтерами. Они вам помогут, как все это делать. Так, друзья, цена жизни Вики Снегиревой была оценена почти в 179 миллионов. Откуда берутся такие неподъемные цены, нам, конечно, неизвестно. И это тоже отдельный вопрос. Но силами волонтеров удалось собрать почти половину суммы требуемой. Поэтому мы хотим обратиться за поддержкой в президентский фонд помощи детям с такими заболеваниями Круг Добра и надеемся на их помощь. Потому что насобирать в полном объеме такую сумму требуется время, а времени у нас нет. Итак, друзья, вот такой получился результат. Все, кто захочет помочь или откликнулся, телефончик я оставлю внизу под видео. Звоните, связывайтесь со Светланой или с Евгением. Телефон еще раз оставлю внизу под видео. Ставьте лайки, подписывайтесь. Откликайтесь, подписывайтесь, распространяйте видео, побольше распространяйте. Нужна информация и распространение. Всем пока, спасибо, что смотрите. Увидимся. Попрощайтесь. Там я, у тебя был на заднем фоне. Ставим лайки.